Было ли это, или это ложь, что нам говорят, что людей похищали, что у нас там были какие-то невольничьи рынки и так далее? Похищение людей с целью выкупа во времена нашей независимости это было? Это было. Кстати говоря, помните, я говорил, что Кадыров заболел, и как только Кадыров заболел, в республике некое послабление началось, и самым главным таким индикатором того, что в республике послабление было наличие тонировок на машинах. То есть снова начали появляться тонированные машины в республике. Братан, заметил такой феномен, почему у многих русских женщин, которые жили в грозном войну, говорят, их притесняли, выгоняли, они продавали жилье и бежали из Чечни. Это было или они озлоблены? Так, многих русских женщин, и я, честно говоря, не видел таких многих русских женщин. Я скажу так, наверное, те, кто реально уехали, они вряд ли будут что-то хорошее говорить. Понятно, что они уезжали, уже имея какой-то негативный опыт, негативное мнение. Иначе они не стали бы, наверное, уезжать. Поэтому они, скорее всего, будут так говорить. Но я точно могу сказать, что и до первого вторжения России, то есть четыре практически полных года чеченской независимости, затем в период оккупации с 95-96 года и затем в период обратно нашей независимости, то есть когда мы отбили эту оккупацию с 96-го по 99-й год до второго вторжения России. И вот эти девять лет я жил в Чечне, в Грозном, я учился в Грозном. И с нами жили, нас обучали русские люди, которые никуда не уехали. И если, например, с ними поговорить, я думаю, они дадут другую картину. В целом какие-то минусы того времени их не только русские люди отметят, их и чеченцы отметят, и отмечают. И многое из того, что, например, нам кадыровская пропаганда предъявляет, это ведь в большинстве они как себя ведут, как и любая, в принципе, пропаганда, льющая ложь, они берут правду, эту правду обильно еще снабжают какой-то ложью и выдают. То есть цель пропаганды в чем? Если они просто будут вранье лить, то будет понятно, что это абсолютная ложь, ее люди не воспримут. Но когда они чеченцам показывают какую-то правду и обильно ее еще снабжают ложью, или, например, какие-то негативные моменты, которые, допустим, были, они были, но были не на таком уровне, чтобы прямо это возводить на уровень государственной проблемы, они ее просто путем снабжения этой ложью и путем акцентирования на этом какого-то пристального внимания, они ее вводят на такой рамк, что это была чуть ли проблема глобального республиканского масштаба, которая не решалась, и из-за этого там чуть ли все страдали. То есть это такая тактика. Поэтому что русские люди, что чеченцы, проживавшие в тот период, что кадыровская пропаганда, они какие-то вещи говорят, действительно упоминают какие-то проблемы, которые были. И я мог бы и могу, и иногда это делаю, рассказываю о каких-то там проблемах того периода. Но было бы странно, если бы у нас их не было. Было бы странно, если бы вот так по щелчку пальца мы такие раз и прям счастливое государство, у нас все такие счастливые, у нас нет преступности, у нас нет никаких там политических, иных социальных, экономических проблем. Конечно, такого не будет. Поэтому мы проходили определенные этапы, проблемы были с ними, боролись, где-то неудачно, где-то удачно. Второе вторжение России, конечно, всю борьбу с этими проблемами обнулило. Эти проблемы, те проблемы преступности, которые присутствовали во времена нашей независимости, они обрели уже какие-то властные атрибуты государственные. То есть люди, похищавшие людей, например, в период нашей независимости. Излюбленная тема кадыровской пропаганды. Было ли это, или это ложь, что нам говорят, что людей похищали, что у нас там были какие-то невольничьи рынки и так далее. Похищение людей с целью выкупа. Во времена нашей независимости это было? Это было. Но что произошло после вторжения России? Кстати говоря, это было, и с этим боролись. И с этим даже отдельная структура была в государстве создана для борьбы с этим киднеппингом, с похищением людей. Но когда вторжение России вторглась, эти люди, которые были у нас бандитами и занимались похищением людей, эти люди стали российскими чиновниками, российскими полицейскими, работниками силовых структур, прокурорами, прочими какими-то мэрами городов, главами администрации. Понимаете? Вот эти люди. То есть они обрели уже какие-то государственные атрибуты власти и стали уже делать это официально и легально. Сейчас это продолжается у нас в Сечне. Сейчас людей у нас похищают просто так. Выкуп это стало уже легальный способ заработка для работников силовых структур. То есть помимо... Это такая шабашка, знаете, во времена Советского Союза была популярна шабашка. Люди ездили куда-то и зарабатывались, на заработки ездили. Эта шабашка это то, что ты получаешь помимо своей заработной платы. То есть того, что твоего оклада, того, что ты делаешь, ты помимо этого выполняешь какую-то дополнительную работу и получаешь заработок. Вот сейчас работники различных структур, МВД, Росгвардии в республике, они теперь похищение и затем выкуп за этого человека, они используют это как шабашку. Они могут человека похитить. Дальше ставится вопрос, мы тебе, значит, например, парень действительно употреблял какие-нибудь таблетки. Это сейчас популярная тема. Его похищают и говорят, так, у тебя там были таблетки, за это мы тебя посадить не можем, но мы тебе подкинем туда марихуану или героинь, там, что-нибудь мы тебе, значит, загрузим тебя, и ты отправишься на столько-то лет в тюрьму. Либо ты можешь заплатить 700 тысяч рублей, допустим, и выйти с каким-нибудь там административной статьей, там, либо УДО, там, что-то такое. То есть на всех этапах теперь на этом зарабатывают. Это стало таким легальным способом дополнительного заработка. Кстати говоря, помните, я говорил, что Кадыров заболел. И как только Кадыров заболел, в республике некое послабление началось. И самым главным таким индикатором того, что в республике послабление было наличие тонировок на машинах. То есть снова начали появляться тонированные машины в республике. В общем, какой-то такой небольшой период молодежи у нас покайфовало. А сегодня снова начались рейды по тонировкам. Опять останавливают машины, прям на месте заставляют снимать тонировки. То есть это борьба с тонировкой. Она снова началась. Кадыров, видимо, окончательно приходит в себя, начинает себя хорошо чувствовать. Когда Кадыров себя хорошо чувствует, то это проблема для наших людей. Он начинает обращать внимание на вопросы прав и свобод в нашей республике. Где бы там еще что-нибудь подкрутить, кого бы там еще напрочь. Как бы еще осложнить жизнь предпринимателям, бизнесменам, обычным людям, молодежи, женщинам. В общем, у него начинает сразу работать этот его больной мозг в направлении тирании. Как ухудшить качество жизни людей. И вот, видимо, мозг в полную меру стал работать в этом направлении. По тонировкам сегодня проходят рейды по всей республике. Субтитры подогнал «Симон»